В Таджикистане прошли очередные рейды против хиджаба. В России прошли массовые задержания мусульман, в том числе граждан Таджикистана. В Душанбе прошли рейды против продавцов хиджабов. Об одном из таких рейдов, проводившемся в столичном рынке Шахмансур, сообщила таджикская журналистка Гули Изардова. Рейды проводились под руководством сотрудников ГКНБ РТ с привлечением сотрудниц Комитета по делам женщин. Отметим, что во избежание проблем с сотрудниками органов безопасности, продавцы хиджабов и так торгуют своим товаром скрыто. Но в этот раз охотники против хиджаба использовали следующую схему. Сотрудницы из Комитета по делам женщин под видом покупателя спрашивали, есть ли хиджаб на продажу. В случае положительного ответа со стороны продавцов, тут же появлялись сотрудники госбезопасности и задерживали торговца. Следует заметить, подобные рейды против женщин с хиджабами и торговцев хиджаба вот уже несколько месяцев в усиленном режиме проводятся на севере Таджикистана. Так, например, в феврале текущего года на видео был запечатлен момент облавы на женщин в хиджабе. Российский режим продолжает репрессии в отношении мусульман, причем как в отношении своих граждан, так и иностранных. 20 октября текущего года в Татарстане прошла волна очередных массовых задержаний мусульман по 39 адресам в городах и районах Республики Татарстана. Причем среди задержанных есть двое граждан Таджикистана. Все задержанные подозреваются в участии в исламском движении Таблиги Джамаат. Об этом сообщило управление ФСБ по Татарстану. В ходе обысков были изъяты книги и блокноты. Напомним, что в 2009 году деятельность Международной просветительской организации Таблиги Джамаат была необоснованно признана экстремистской решением Верховного суда России и запрещена, как и деятельность абсолютно всех остальных неподконтрольных российским властям исламских организаций и движений. На очередном заседании Нижней палаты парламента Таджикистана, прошедшем 26 октября 2016 года, депутаты единогласно проголосовали за новый закон о лидере нации. На этом же заседании Мамали Рахмону присвоили статус основателя независимого Таджикистана, лидера нации, а также статус основоположника мира и единства. Согласно новому закону об основоположнике мира и национального единства, лидера нации, Рахмону будет выделено специальное место и специальное оборудование. Будет создан его специальный фонд, учреждены орден лидера нации и премия лидера нации. Также лидер нации после ухода с поста президента страны сохраняет за собой право обратиться к народу республики и принимать участие в важных государственных мероприятиях и выступать на них. За все действия, совершенные за время оправления страной, лидеру нации гарантируется неприкосновенность. Также его запрещено задерживать, арестовывать и обыскивать. «Неприкосновенности подлежат имущество и недвижимость, принадлежащие лидеру нации и его близким». Эксперт из Института стран СНГ заводелом Средней Азии и Казахстана Андрей Грозин в диалоге с НСН сравнил законы разных республик, награждающие лидера нации подобными преимуществами. Он отметил, что в Таджикистане к этому процессу подошли с особой тщательностью и перещеголяли всех в желании угодить своему президенту. Более всего для сравнения подходит республика Казахстан, с закона которой и был частично списан таджикский аналог. «Очень схожи текстуально формулировки законов», — сообщил эксперт. «Но казахстанский закон не режет глаз таким большим количеством деталей. Видимо, в Таджикистане всем парламентом сидели и думали, какую бы еще придумать особенную норму, чтобы порадовать действующего президента республики», — предположил Грозин. «Россия и режим в Таджикистане ведут синхронизированную борьбу с любым проявлением ислама под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом». В интервью журналу «Содружество» министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о том, что МВД Таджикистана и России в 2015 году осуществили обмен информацией в отношении 992 лиц, якобы причастных к совершению преступлений террористического и экстремистского характера. Как отмечают наблюдатели, в действительности конструктивное сотрудничество имело место. Доказательством этому является тот факт, что в Таджикистане в последнее время участились случаи, когда по возвращении на родину из трудовой миграции граждане Таджикистана оказывались задержаны по наводке российских спецслужб по обвинению в членстве в различных исламских движениях, в результате чего многие семьи были лишены единственного кормильца, а дети стали сиротами.